А теперь я буду над вами смеяться, господа, да, телекомпания автостоп, в смысле автостоп инкорпорейтед пришла на барахолку, да, мы вам демонстрируем барахолку, в смысле это не просто барахолка, это барахолка для автомобилей, сейчас объясню почему такое дело случается, дело в чем заключается, вот у меня лично у всех есть машины, да, много-много-много разных машин, я же поменял их неоднократно, да, но потом что-то получается, то есть допустим резина гнета осталась, понимаешь, на 16, ну никуда же не возьмешь правильно, куда ее сдать, одну штуку, да никуда вы ее не сдадете, хотите пойти на базар, там поймете, что это за ценники, приезжаем сюда, все это дело здесь отдаем, кроме всего прочего, кому-то может быть достался гараж, вот, его надо разобрать, и что-то вы там видите, и что-то вам по сути не нужно, так придите сюда, по одной простой причине, то чем мы занимаемся, это те вещи, которые всем будут необходимы, потому что это все-таки машина. Вы понимаете, выкидывать все это не есть правило, но пункт номер один, выкидывая резину, ты не заботишься об экологии, это раз. Пункт номер два, у нормального автолюбителя есть склад запчастей, нормальный автолюбитель не будет ничего выбрасывать, может пригодится. Но теперь другой вопрос, а если уже и нет, то по сути все это собирается и отправляется туда, где все это может кому-то пригодиться, и вам хорошо, как и другим тоже. А теперь куда ехать то, за зеленым рынком есть улица автомобилистов, да, здесь есть и гаражи, но поймите, что здесь все имеет мизерную цену аренды, и по сути здесь и лучше покупать все что есть, цена дешевле. А теперь здесь есть и то, что может пригодиться вашему транспорту. Да, машины хороши, вы покупаете новые машины и ставите в них коврики, но давайте поговорим, что с вашей машиной случится после года двух-трех лет эксплуатации, да, вы эти коврики выкидываете, да, или просто они у вас где-то лежат, представляете, да, а вот человек взял себе машину, он не хочет смотреть, что его машина превращается в какашку, понимаете, он хочет сделать красиво, так придите сюда, вот они коврики, и цена-то вообще дешевая. Да, это круто и да, это дешево, то есть вы не переплачиваете за коврики, зачем, все здесь есть, кроме всего прочего, то, что теряется тоже, ну, по дороге отвалился ветровик, есть, по дороге отвалилась противотуманка и тоже можно подобрать, к слову о других дорогах, бывает и такое, что ваш диск разваливается, к сожалению, после дивной зимы с дивными бесконечными сугробами таких и в городе хватает. Так вот, вы и туда, а дисков-то нет, что делать, ехать на автомобилистов, другого варианта, походу, нет. Да, я вот мотаюсь часто, съездил недавно, в прошлом году съездил в Элисту, после Элисты у меня дисков просто не стало, то есть, по сути событий, вы так же ездите, да, по городу, но вдруг у вас маленькие колесики, да, такие, дископрофильные, и удар, что вы будете делать, а диск-то уже нет, он развалился полностью, да, куда вы поедете, будете покупать дивный диск, ну, покупайте, а если надо ездить, приехали сюда, вот вам диски, пожалуйста. Вот и еще перспектива, не каждый может купить себе крутизну, но каждый может попасть в ямку, и что далее, а колпака-то и нету, ехал он, куда глаза глядят, но, по сути, вы видели колпак, принесите его сюда на автомобилистов, может и понадобится. Заехали куда-то, ваш колпак отвалился, вам покупать ли новый колпак, или прийти сюда, я вам говорю, что приедете сюда, да, посмотрите, потому что, ну, такое случается, да, колпаки отвалились, люди смотрят, люди сюда несут колпаки, вы можете нормальные колпаки взять, на любую диск, теперь другой вариант вопроса, то есть, если вы хорошо пробили колесо, да, и вам необходимо поставить камеру, вот есть и камеры, тоже все стоит копейки. Далее, тема простая, есть вещи пока, а может быть вам более и ненужные, выкидывать это не уважение к труду, отдав сюда, и это проще. Другой вариант, про меня примерно, сын откатал одно колесико, я ему говорю, давай катайся на двух, боится, так вот оставшуюся правильную деталь можно сюда и принести, к слову, о таких, их много, ехать и покупать-то зачем, к слову, о проколотых колесах. Идеальный вариант, это камеры, и опять же сюда, к слову, о том, что вообще не ломается, это инструменты, вот за эти, посмотрите, цены, их много, зачем переплачивать-то, а, к слову, о лерках и метчиках, это для тех, конечно, кто не забыл о резьбе, таких немного, но опять тоже, опять же сюда. Да, в общем-то, ребята, мысль хорошая, я, конечно, люблю все новое, но по зачету, а так проще купить и БУ, а БУ покупается здесь на автомобилистов. Теперь, что внутри, внутри очень много различного инструмента, вам вполне возможно весь инструмент и не нужен, то есть, ну, скажите, пожалуйста, вот вы взяли хорошую машинку, да, ступичный подшипник, его же тянуть надо чем-то, да, как правило, это 32 или ключи чуть больше, чем вы будете тянуть, я в действительности объясняю, ключи на 32, ступичный подшипник, где вы их найдете, попросите, у меня есть такие ключи, у вас нет таких ключей, а, может быть, чуть больше, так вот, чуть больше ключей есть здесь, разбирайте, смотрите себе нужное, находите, то бишь, мы сейчас с вами о чем говорим, о том, что это типа барахолка, но это типа барахолка, которая вам необходима, и мне прежде всего тоже.